Шо вы головы, гаситесь? Давайте, как обычно, три новости за три минуты и будем двигаться дальше, тем более у нас сегодня уже 80-й выпуск. Итак, IBM стала еще на один шаг ближе к созданию полезного квантового компьютера. Инженеры компании сообщили о создании нового 127-кубитного квантового процессора, получившего название Eagle. Это первый в своем роде чип, который нельзя смоделировать в классическом суперкомпьютере. По крайней мере, так утверждает сама IBM. Квантовые компьютеры оперируют не классическими битами, а кубитами, в которых хранятся не дискретное состояние 0 или 1, а их суперпозиция. Упрощенно говоря, это способность находиться сразу в обоих состояниях одновременно, но только до тех пор, пока такое состояние не будет измерено. Скажу вам честно, ни хрена сам не понял и, скорее всего, вы тоже ничего не поймете. Но, тем не менее, я решил донести к вам эту информацию, потому что новостей очень мало и выкручиваюсь как могу. В любом случае, можете умничать перед вашими знакомыми, они в любом случае ничего тоже сами не поймут, но и не покажут виду. А теперь, прежде чем двигаться дальше, я попрошу вас подписаться на канал, потому что вы смотрели и слушаете на мышу. Это, как вы знаете, не очень красиво, поэтому тысните на подписку, тысните на колокольчик и погнали дальше. Достаточно неожиданно корпорация Microsoft объявила о раннем запуске многопользовательского режима игры Halo Infinite. Кросс-платформенный многопользовательский режим Halo Infinite уже доступен для пользователей Xbox One, Xbox Series S и Xbox Series X, ну а также на ПК. Отметим, что 15 ноября исполнилось 20 лет с тех пор, как дебютировала оригинальная консоль Xbox, вместе сыграл Halo. И запуск многопользовательского режима состоялся во время специальной юбилейной трансляции, посвященной 20-летию. Текущая бета-версия Halo включает доступ к первому сезону со всеми основными картами и функциями боевого пропуска. Весь достигнутый прогресс в многопользовательском режиме будет перенесен на день официального запуска игры, то есть на 8 декабря. Еще следует отметить, что запуск мультиплеера Halo вызвал большой интерес среди игроков. И судя по данным статистики Steam, через час после запуска игры в нее одновременно играли более 123 тысяч пользователей и сервиса, а пиковые значения превышали 270 тысяч игроков. Также напоследок к этой новости я скажу, что для того, чтобы поиграть на ультра настройках, вам понадобится i9 процессор 11900K, RTX 3080, 10 гигабайт и больше видеопамяти, 16 и больше гигабайт оперативной памяти, а также SSD на 60 гигабайт. Ну и напоследок у нас, как обычно, такая не очень серьезная новость, она тоже связана с Microsoft, и в рамках все той же трансляции в честь 20-летия Xbox, компания Microsoft после двухлетнего перерыва анонсировала крупное обновление каталога игр Xbox, доступных по программе обратной совместимости на Xbox One и Xbox Series X и S. Всего в рамках апдейта разработчики добавили свыше 70 игр для Xbox 360 и оригинальный Xbox. С полным списком вы можете ознакомиться на официальном сайте компании. Ну на этом, пожалуй, все. Спасибо, что досмотрели и послушали до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не теряйтесь.